АВАР СТУДИОС Главное, чтобы на видео заснялось, как хлопают под слово АВАР СТУДИОС. Да, это генеральный спонсор, он меня спонсирует с самого первого митапа. Помимо спонсорства подгоняют еще и классных докладчиков. Вот. Но я думаю, все собрались, тянуть не будем. И позовем Евгения, да? А Евгении тут нужно будет немножко одеть всякие штучки. Может, пока что-нибудь рассказал, я знаю, что ты умеешь. Не будем раскрывать. Приятно видеть пополнение, приятно видеть новые свежие лица. Красивые, молодые, круто, хорошо. Давайте расти дальше. Я знаю точно, что сзади есть зал побольше. Вот, кто не поместился, пожалуйста, галочку. В следующий раз от АТА Паши. И будет у нас большой зал, он как аудиторию еще сделан, так вверх идет. Да, человек раздерет. Фух. Женя, а там кликера с тобой нету рядом? Все, есть. А, есть? Все в порядке, смотри. У меня даже есть указочка. Ух ты. Еще раз объявлю, Евгений Сухов расскажет вам. Расскажу про разницу между юзером и обезьяной, если она вообще есть. Кстати, обратите внимание, я из фронта. Вот это последствия конвертации в PowerPoint. Смотрите, как круто. Жесть. Души добавляют. Да, хэндмейд. Хорошо. Ну, название провокационное. Оно просто привлечь ваше внимание, ну и будет в конве общего повествования. Из того, что мне кажется правдой. Давайте начнем. Ну, все знакомости у революции. Наверное, у нас здесь мало людей, которые имеют другой взгляд на это. Все-таки это братья наши меньшие. И мы из одной семьи, из одной ветки. Там очень интересное ответвление. Но, в принципе, можно сказать, что мы все там из черепах, из рептилий. Все это было очень давно, очень далеко. И у нас общий корень. Ну, человек не был бы человеком, если бы у него не было мозга более развитого, чем у остальных. И мы посмотрим, в чем основные отличия. Очень быстро. У человека он больше. У него больше площадь поверхности, потому что больше вот этих вот складок. Отличается развитие лобной доли. Посмотрите, как она у нас здесь красивая, как орех. И какая она здесь упрощенная. Лобная доля – это высшие свойства мозга. Про аналитику, про интуицию, про чувство такта, кстати. И обычно оно развивается где-то к 26-27 годам. Иногда не у всех, к сожалению. Вот у нас пополнение. Стулья. Хорошо. Лобную долю описали, да? Мы сильно отличаемся. Зрительная кора. Зрительная кора – это часть задней коры, заднего полушария, полусферы. Она у нас развита тоже более детально. У нас как будто бы больше рецепторов, больше способности анализировать картинку. Но в то же время есть сомнения. Потому что обезьяны, они гораздо лучше в природе охотятся, чем человек. Они очень хорошо видят дальние дистанции и могут атаковать и видеть цель гораздо лучше, чем мы. Ну и по физиологии мы даже сравнивать не будем, да? Наверное, любая обезьяна порвет самого большого человека. Есть такие гориллы, которые просто монстры. Они непобедимы для человека с голыми руками. Хорошо. Инстинкты. Последний пункт. Как сильно мы ушли от животных? Как вы думаете? Давайте, если кто-то сомневается или хочет вообще представить, что такое инстинкты, можно вспомнить чувство голода. Или чувство жажды. Как долго человек может оставаться человеком без еды? Это базовый инстинкт самосохранения. Он у нас часть рептильного мозга, который является фундаментом нашего мозга. И только когда наш зверь удовлетворен по всем параметрам, мы можем проявлять человеческие качества. Как только у нас не хватает чего-то, мы становимся менее людьми. То есть, отличие мышления обезьяны от человека, оно про высшую штучку, которая доступна людям. Про аналитику, про придумывание, креатив. Вот это про это. А в базовом понимании, в базовом мозге существа, которое двигается, воспринимает зрительную информацию, интерактивит с природой, мы практически одинаковы. Давайте посмотрим чуть дальше. Эволюция и развитие. Было такое высказывание, что инструменты труда ознаменовали начало эволюции и развития человечества. Повышение эффективности. Можно включить вот это видео с 55 секунды, чтобы вас не томить? Значит, подожди, пожалуйста, контекст такой. В зоопарке Драка между обезьянами видно, что есть взрослые доминирующие особи, и их проверяют на прочность молодой человек. Давай, плей. Без звука, к сожалению. Ага, недолго музыка играла. Ну, в общем, вот такая презентация. Вам понравилась? Я старался, ребят. Да, главное с тем не бывает. Перепутал выключатель и аджет. Как это возможно? Ну, я замечаю, реально, когда готовимся к чему-то, просто передать ссылку из телеги в другой комп. Мы задействовали флешку, два ноутбука и три айтишника с этим справлялась. То есть, вот когда вот какая-то штука срабатывает... А в итоге, в итоге там мы не передали в этом способе. Пришлось, короче, диктовать и... Реально диктовал, да? Реально диктовал, да. Представляете? А знаете, какое проявление? То есть, проявление чего? Это проявление статного... У-у-у! Отлично! А не, быстро-быстро. Ну, будешь что-то вспомнить. Женя, я говорю, что эта шутка зайдет, да? Как? Как? Я не ожидал, молодец. Интересно, во время операции, да, где-нибудь такую штуку увидишь у докторов. Вот, интересно, пока это все загружается, про тупники, которые происходят, когда собираются большое количество людей. А ведь это проявление статного инстинкта. Есть такое понятие, что толпа глупа на тот уровень, на котором глуп ее самый слабый участник. Когда мы объединяемся, мы немножко становимся животными и меньше несем личной ответственности, и меньше проявляем свою человеческую индивидуальность. Вот этим может объясняться такие тупники. Посмотрите, кстати, как похож сейчас Павел с вами проявлений. Мимика, микрожествы, образ. Да, нет, давайте тогда я разыграю вам какой-нибудь подарок. Разыграем, да? Так, кто первую руку поднимет, получит. Опа, вот я видел, что. О, мой, ну-ка. Жестко. Нормально, нормально. Реакция, да? Ну, надо, чтобы у тебя подарков хватило на вот эти вот... Можно еще кидать вот так вот в зал. Нужно что-нибудь, что можно кидать в тебя. Бананы, яблоки. А ты не уходишь, да, от темы обезьян до последнего? Да, да, да. Так, ну давайте еще один подарок. Есть еще один, да? Тут уже будет другой конкурс, который я только что придумаю сейчас, вот быстро. Помогай. Так, в принципе... Подари ты вот, кто тебе нравится из зала вообще просто. Да. Это реклама тоже? Да. Кто мне нравится из зала? Ну, все люди прекрасны по-своему. Между ними нет разницы и надо любить всех. Тот, кто пожелал, тот и получает. Пожалуйста. Надо было, кстати, обыграть этот момент. Затянуть надо было, да, еще на 4 раза. Я скажу честно, что у нас времени достаточно, потому что... Это будет самое длинное выступление, наверное, в моей истории. За счет вот этого. Ну, в этот раз, Женя, мы тебе пишем на камеру. А, вот что случилось с предыдущей записью. Я же не знал. Ну, блин. Я не был. Не нанимайте бухового оператора. Это был хороший плавник, кстати. Подарок для девочки? О, тоже прекрасное создание. Блондинистый. Да я не знаю. Вот такой. Да какой девочкой? Это сигареты? Сигары. Шоу продолжается, ребята. Это настолько символично. Ну, максимально символично. Это сборище айтишников, да? Да, кстати. Я не смог включить свой перчик и все показать. Но это же просто анекдот, да? Айтишники. Самые компетентные в IT-отрасли люди в регионе собрались пообщаться. Ух ты, вот тут флешка есть. Прикинь, а мы флешку искали. Тут в подарках флешка лежит. Ну, кстати, это формат, который я завожу и скоро заведется. Называется IT-стендап, то есть там шуточки всякие разные. Сейчас был генеральный прогон, да? Ну, это, наверное, IT-импровизиционный стендап. Ну, кстати, да, так получилось. Паш, тебе нужно просто выполнять свою работу, и это превратится вот в такой стендап. Нормально. Будет весело. А я хотел с этого начать. Типа, спасибо, что пришли на мой стендап. В перерывах будут выступать какие-то докладчики, но мы знаем, ради чего вы пришли. Слушай, а ссылка-то все, наверное, да? Не подсказывайте, не подсказывайте. Давайте диктовать всем залом. Это спойлеры, спойлеры. Кстати, история браузера опасная штука для показывания. Итак, 50-я секунда будет в порядке, да. Можешь подвести, потому что люди, наверное, уже забыли про что-то. Да, зоопарк, разборка самцов, молодых и действующих доминантов. Ну, и посмотрим, что происходит. Нажимаем play. Можно попросить пару человек из зала случить видео? Мы все это умеем, ребят. Вот, все происходит. В какой-то момент происходит вот что. О, отлично. Получается. Получается. Вот оно проявление, начало. Начало усиления действия, повышения эффективности своей работы. Расставляем все по местам. У меня есть символ власти, у меня есть сила. Все получается, все хорошо. Все, можно паузу. А теперь возвращаемся к презентации. То есть, насколько органично палка легла в руку обезьяны, и как она стала ей хорошо работать. И сразу было видно, что эффект есть, и он работает. На полный экран. Про мозг мы поговорили, видосик поговорили. Итак, усиление действия. Палка в руках обезьяны. Кто помнит такую игру? Пинбол. Молодцы, молодцы, молодцы. Олды на месте. И эволюция этой игры. Все тоже прекрасно знают, наверное, уже Angry Birds. Посмотрите, какая интересная штука. Умножение действия или усиление действия. Это когда мы делаем мало усилий и получаем большой эффект. Посмотрите, что надо было сделать раньше. Тогда мы заводили пружину, шарик выстреливал, и дальше происходило шоу. Вам ничего больше не надо было делать, иногда поправлять лопатками. Которые тоже для вас несложно было делать. Это маленькие короткие кнопки слева и справа от аппарата. Вы просто их бьете вовремя и наблюдаете шоу, продлеваете его, дарите жизнь этому столу. Оно происходит. Можно. Ну, вот это, кстати, проявление те, те самые, еще силы добавить. А посмотрите, что произошло дальше. Они, не они, да, люди дошли до того, что маленькое движение пальца одного на экране тоже запускает шоу. И мы смотрим, как это все происходит. Мы сделали мало, а получили много и долго. Это же круто. И то шоу, которое славит нас, оно показывает, как четко ты навел, как правильно ты рассчитал силу, и как это работает дальше. В играх очень просто. Так выглядит умножение действия, и так подсаживаются люди на эти эффекты. Мало действия. И идем дальше по этим примерам. Если возвести в абсолют умножение действия, то, может быть, многие из вас испытывали удовольствие от мощного автомобиля, а может, даже не мощного. Когда вы педалью газа умножаете свою силу так, что вся ваша, что гравитация дает об этом знать, вы ощущаете это всем своим телом. Я не привожу примеры самолетов, потому что у нас мало кто здесь, наверное, летал и испытывал этот траст. Кайф на природном уровне. Обезьяна с палкой. А этот спусковой крючок, какой диапазон здесь? И какое шоу можно устроить, если использовать его правильно? А есть штучки, которые, например, символичные красные кнопки. Тоже умножитель действия. И тоже идет все к палке с обезьян. Давайте подведем. Какие качества усилителей действий важны? Палка у обезьяны и лопата. Очень похожи. Все они имеют zero luck. Нет проблемы с импутом. Ты воздействуешь на нее и получаешь эффект ровно тогда, когда ты воздействуешь. Полный контроль. Fine control. Действительно. Ты можешь эту палку и так, и так. Мы знаем, там и копья есть, и из арбалета стреляют. Достигают такого совершенства, такого владения инструментом. Ну, просто, ну, хвала человечеству. Экспектед скейл. Ожидаемый масштаб. Не должно быть того, что ты не ожидаешь. Ты делаешь, а эффект слишком большой или слишком маленький. Нужно получить человеку столько, сколько он ожидает. И переключаемся в интерфейсе с этими же постулатами. Отзывчивость. Zero luck. Как бесит, когда ты нажимаешь на кнопку, а она может, например, не показывать этого стейта, что она приняла нажатие. Или она приняла нажатие, но потом происходит какая-то пауза, пока данные грузятся, еще что-то, еще что-то. У программистов всегда найдется объяснение, почему это не zero luck. Почему есть всегда причины. Но от них нужно уходить. Контроль. Все происходит в ожидаемых масштабах. Если мы сомбитим форму, мы ожидаем, что что-то произойдет с формой. Мы не ожидаем, что бэкграунд на всем сайте поменяется. Это будет дискомфорт. Плавность, природность поведения. А вот здесь это как раз и есть суть. Вот природность поведения операции с лопатой, это максимально природная штука. Это палка с обезьяной. Вы бьете туда, куда вам надо. Это происходит с правильным FPS. У вас нет задержек. Это все происходит так, как нужно. Нет вспышек, перемещений резких. Все предсказуемо и плавно. Кайф. Как нам нравится, когда мы переходим на 60-герцовый монитор или кто-то на 120-144. Потом трудно вернуться назад. Как мы быстро привыкаем к этому. Именно наше животное начало умеет работать с такой скоростью восприятия. Потому что мы охотники, мы выслеживаем, нам нужно видеть быстрые объекты. Это все внутри нас. Теории, правильные теории, должны подтверждаться в других сферах. Умножение действия проявляется в управлении людьми. Самые простые иерархии армейские, которые исторически сложны были, человек одним словом может отдать приказ и привести к значительному изменению ситуации. В этом есть смысл власти. Вы обладаете властью над другими людьми, чтобы получать этот усилитель действия. Это лежит также в глубине нас. Вот почему мы подвержены таким штукам. Некоторые люди очень трясутся за властью. Они не могут без этого ощущения умножения действия. Когда им нужно просто говорить. А вверх их, как, не знаю, видели ли вы или не видели, или может сами были на этом месте. Когда вы идете куда-то, вокруг вас развивается ситуация. Перед вами заходят люди, которые контролируют, что здесь все в порядке. Другие отводят сторону тех, кого не надо. Вы идете, а вокруг вас экшон, движуха. Вот это усилитель действия, когда человеку вообще не надо ничего делать. Это вот какой-нибудь президент. Он просто едет, а там экшон вокруг. Проверяется. Усилитель действия проверяется в социальной сфере. Подтверждается. Действительно так работает. Классическая картинка. Все видели давным-давно. Как мы эволюционировали от обезьян. Посмотрите на то, чтобы мы не обращали раньше внимания. Как появился инструмент. Еще один инструмент. Потом стал более эффективным инструментом. Это грабли, я так понимаю. Потом еще более эффективным инструментом. А этот инструмент мы все знаем. По-моему, это самый эффективный инструмент за всю историю человечества, который создан, который дает колоссальный умножитель действия. И интерфейсы, в котором влияют, какое ощущение и как это будет работать на восприятии человека того, кто сидит перед ним. Это некрасивая поза. Сейчас уже есть и стоя работают, и на ходу, и за ноутбуком. Но усилитель действия, который дает компьютер, и та возможность, которая дается нам, разрабатывает софт, используйте это. Используйте усилитель действия. Давайте юзеру больше, чем он делает. Нажал на кнопку, покажите шоу. Ждет, покажите спиннер. Спиннер пусть развивается. Пусть это превращается в дальнейшее развитие. Не просто шарики крутятся, а там еще дальше и дальше. Чем дольше вы заставляете его ждать, тем дайте ему больше. И это будет работать. В общем, в контексте природы, в контексте понимания, как это все должно быть, в ожидаемой вещи, делайте интерфейсы и программы, такие, как течет вода, такой же динамики, как горит огонь. Это то, что мы привыкли видеть тысячи, а в виде других состояний и миллионы лет назад. И это то, что работает. Усиление и естественность. Все, что нужно. Все, вот такая короткая история. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Евгений. Ребята, просто подумайте и понаблюдайте вокруг. Вот эти проявления, усиление действий, то, что люди зависят от них, вы начнете наблюдать во многих сферах и применяйте у себя. Это работает. Вопросы, если есть. Спасибо. Слушаю. Я могу бегать. Давай. Вопросы. После того, что мы пережили с тобой, побегаем. Я думаю, может быть, подходить будем как-нибудь. Ну ладно, разберемся. Так, приветствую. Здравствуйте. Я подошел, к сожалению, к началу доклада, но думаю, основную суть его уловил. У меня на самом деле такой вопрос по поводу усиления действия. Да. Вот. Как ты, да, Евгений? Да, Евгений ты, конечно. Константин Золот. Привет. Как ты относишься к тому, что очки ухудшают зрение? Очки ухудшают зрение? Расслабляйся. Да. Мышцу. Есть такая. И, соответственно, глаз видит хуже. Значит, смотрите, человек в чем его особенность? Он адаптирует среду под себя. Он адаптируется под условия любимых способов, которые ему нужны или не нужны. Если он видит плохо, а ему надо видеть хорошо, он использует очки или линзы. Мы, в принципе, можем эксплуатировать свой организм с высоты своего разума и принимать компромиссы или не принимать компромиссы. Лучше видеть хорошо, когда ты едешь ночью за рулем. Ты быстрее среагируешь, у тебя больше дистанции. Может быть, это стоит ухудшение зрения, потому что у мертвого тела нет смысла беспокоиться о зрении. Ну, компромиссы, компромиссы. Ну да, если ситуация такая критическая. Это вот, ну, как в контексте... Да, то, что человек остановился в развитии компьютера. Да, правильно. Но, ну, это же карикатурный образ, да? Сейчас есть айтишники, которые ходят в спортзал, которые следят за своим здоровьем, интересуются такими вещами, как зрение, мышцы зрения, что нужно за этим следить, беречь. Интеллект, человеческий разум, он берет вверх, можно. Усиление по зрению. Очень интересно. Бинокли. Хорошая штука, да? Подзорные трубы, телескопы. Вау, Хаббл. А сейчас Джеймс Уэбб, слышали? Девайс полетел. Уф. Прямо на края зарождения вселенной. Увидим. Все, тема простая. Вопросов, наверное, нет размышляющих. Я говорю, почему нет вопросов? Сейчас будет. Кто задаст вопрос, я буду дарить стикеры. Ах ты какого. Да. Стикеры. Это уникальные стикеры. Сегодня будет все уникальное. Вот, я же говорил. Так с места, может, не получится? Ну, нет. Ну, ладно. Надо, чтобы звук-то записался. Так я не понял. А, ну, как бы, заявленная тема, разница между юзером и обезьяной. Да, да. Так где тема раскрыта? Ну, в плане его, да. Когда смеяться, да. Ну, тут явно три стикера. Молодец, 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 молодец. Можно, вот, была тема доклада, а был еще, как, ролик? Короткий анонс, превью. Значит, там было про то, что использование основ, основ принципов и принципов восприятия животных помогает делать продукты, которые вызывают особенные ощущения от этого использования. И когда мы применяем эти скиллы, когда мы делаем приложение, у которого в ПЕС 60 Гц, человеку удобнее с ним работать, он чувствует себя комфортнее. Но на чьих чувствах мы играем? Человека или обезьян? Потому что это именно природное восприятие. Рывки, которые мы видим и которые вносят нам дискомфорт, это не человеческие потребности. Это потребности животного, которое привыкло видеть только плавную смену сцен. Потому что это природа. Там не было, как, еще раз, смена, резкая смена картинки в животном мире это признак опасности. Вас или атакуют, или это молния, это то, что вы не ожидаете. Это признак стресса. Не признак стресса, простите, это стрессовая ситуация. Поэтому понимание этих принципов, оно позволит вам использовать нативные наши встроенные принципы восприятия и транслировать их в человеческий мозг. То есть человек будет испытывать удовольствие, он будет говорить о вашем софте, даже не понимая, почему этот софт ему так нравится. В чем разница между человеком и обезьяной? Вы можете после этого объяснения сказать сами? В чем-то есть, а в чем-то нет. Спасибо за вопрос. На заднем ряду. Паш, Паш, вон туда. Спасибо, ребят. Да, места всем не хватило. Я заказал стулья, но их не принесут. А давайте раскроем правду. Давайте раскроем правду. Записалось 400 с лишним человек. В зал вмещается 200. Круто. Ну, хотя... Тут есть места, я вижу, проглядываю, так что пора поднимите руку, у кого рядом есть свободное место. Во! Еще места. Два, три, три места. Ребята, рассаживайтесь. Игорь, уважаемый человек, похлопаем, поприветствуем. Мы все всегда хлопаем тем, кто опоздал. Можете, в принципе, если вы тесно общаетесь, сдвинуться поближе. На коленке сесть можно. В принципе, можно на полу прям сидеть. Павел, вопрос там был? Да, вопрос. Спасибо за презентацию. Вы очень много обсуждали о преимуществах усилителей. Есть ли какие-то недостатки усилителей? Не могли бы вы их перечислить? Приветствую. Недостатки, наверное, именно обратная сторона медали применения этих усилителей. Правда? Вот интересно, Константин как раз показал вот эту штучку, как простой пример. Мы начинаем ездить на машине, скелетные мышцы атрофируются. Ну, это не ведет к физическому развитию. Да, это отрицательный фактор. Это не очень хорошо. В плане программ и интерфейсов, удивительно, но тоже за нашим софтом тогда человек будет проводить больше времени. Ему будет труднее оторваться и встать походить. Игры, да? То же самое. Мы там получаем усилитель действия. Мы кнопочками управляем там Ламборджини, какой-нибудь Хуракан, там боком ездим. И с таким Ивпесом, что нам трудно оторваться от этого. Это же тоже, наверное, отрицательное свойство таких штук. Потому что часть жизни проходит за этим. За кем? За покемоном. За покемоном. Вот, кстати, хорошо, за покемоном можно двигать. Прошу. Ну ладно, в тайминге мы вроде нормально идем. Давай, последний. Я кратенько хотел бы нам немножко добавить, что всегда какая-то грань есть. Вот там, где мы используем как инструмент что-то, усилитель, он на пользу словно идет. А если мы начали там злоупотреблять машины и нет какого-то хождения, там, спорта в жизни, да? И так же про использование механизмов обезьяны, да? Если мы используем словно этого благо, да, какие-то вещи там привлечь человека к обучению, допустим, да? Классно. Если ты хочешь привлечь человека к чему-то там плохому, допустим, это везде грань как бы сам выбираешь. Это и есть человек как раз, выбрать где грань. Да, ну, та сцена с обезьяной, которая взяла палку. Ну, с точки зрения старых доминантов, это очень плохая ситуация. Ай-яй-яй, не надо так делать. С точки зрения молодой особи, прекрасно он нашел способ и будет сейчас исполнять. А если мы вид сверху включим и именно подумаем, как для эволюции имеет смысл то, что произошло, то, может быть, автомобили, экзоскелеты приведут нас к тому, что нам не понадобится в итоге физическая составляющая. Мы ее простим, мы победим болезни, не знаю, оставим только голову. Голова профессора Доуле, наверное, читали. Кстати, почему-то мы поднимаем эту тему еще раз, на прошлом этапе было тоже. Куда мы идем с этими инструментами? Что это дальше в итоге? Мы имеем красные кнопки, мы имеем спусковые крючки у пистолетов. Софт, который может просто гигантский объем информации обрабатывать. Мы можем использовать Google как инструмент для дата-аналитики. А что есть в Google, да, в плане количества данных, которые нам доступны на кончиках пальцев? Дикий, мощный инструмент. Но опять же, все надо использовать с умом. В этом наша штучка человеческая. Да. Создавайте инструменты, а потом используйте их так, как надо. Потому что нож на кухне это тоже инструмент, а его использовать можно по-разному. Спасибо, Евгений. Спасибо вам, ребята. Приятно. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо.